Начинается встреча 19-го розовыша Клубка Республики Беларусь по баскетболу среди мужских команд. Во втором полуфинале встречается баскетбольник-клуб «Борис Вин» Могилёв «Своки Минс 2». Представляющий старый команд. Команда «Своки Минс 2». Номер 4 – Максим Лёдович. Номер 5 – Тимофей Королёв. Номер 1 – Андрей Рогозинко. Номер 12 – Завеслав Копченко. Номер 15 – Андрей Стромбровский. Номер 16 – Максим Садонов. Номер 17 – Сергей Ашуйко. Номер 18 – Егор Пердиенко. Номер 21 – Регина Стаселеевна. Номер 22 – Капитан Команды Роман Рубештеевна. Номер 23 – Дмитрий Грюченко. Главный тренер мастер-спорта Георгий Кадрусевич. Старший тренер заслуженных тренер Республики Педагогольц Александр Порисов. Баскетбольный клуб «Сор» Порис Петрогилёв. Ладом 2 – Артур Кулягов. Номер 3 – Ирина Кошанский. Номер 7 – Дмитрий Макраков. Номер 8 – Евгений Яванов. Номер 11 – Сергей Капин. Номер 13 – Максим Козловецкий Номер 13 – Андрей Ельинка Номер 14 – Максим Долгоносов Номер 16 – Илья Бабков Номер 24 – Евгений Суганяков Номер 23 – Данислава Воронеж Номер 88 – Капитан Кабанда Александр Харьков Номер 13 – Главный тренер Госслужатый Кремер Республики Беларусь Александр Гуляев Третья команда Александр Сергеев Встречный суд – Арбитр ФИБА Александр Селица – Снов Арбитр ФИБА – Юрий Игнафьев Судья мыши национальной категории Венеслав Антонов – Витик Повесар Селицы – Сидья высшей национальной категории Владимир Филиппо Винск Витик 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И снова вас приветствует Могилев. Спортивный комплекс Олимпиад. Сайт 24спортбай совместно с Белорусской Федерацией Баскетбола начинает онлайн-трансляцию второго полуфинального поединка Кубка Белоруссии по баскетболу, в котором встречаются Могилевский Цор Борисфен и команда ЦМОКИ Минск-2. Итак, мы уже узнали сегодня имя первого финалиста нынешнего розыгрыша Кубка. Им предсказуемо во многом стала главная команда столичных ЦМОКов. Ну а Гродно-93 завтра встретится в матче за третье место. Ну а через несколько мгновений вторая команда ЦМОКов начнет поединок против Могилевского Борисфена. Давайте быстренько пробежимся по составам команд и будем уже непосредственно внимательно наблюдать за игрой. Итак, начнем с гостей. Команда ЦМОКИ Минск-2. А четвертый номер Максим Лютыч, пятый Тимофей Паралев, одиннадцатый Андрей Рогозенко, двенадцатый Владислав Хомченко, семнадцатый Сергей Ашуйко, пятнадцатый Андрей Стобровский, шестнадцатый Максим Сазонов, восемнадцатый Егор Корнеенков, двадцать первый Никита Стасилевич, двадцать второй Роман Рубинштейн, капитан команды и двадцать третий Дмитрий Борисенок, главный тренер команды Георгий Кондрусевич. Сейчас мы посмотрим самое начало встречи. Итак, матч начался, Евгений Сулганяков сразу же начинает. Матч набранными двумя баллами. Пока Стобровский владеет мячом, ЦМОКИ не отвечают ударом на удар. Давайте быстренько разберемся со составом Борис Свена. Второй номер Артур Поляков, третий Кирилл Маркошанский, седьмой Дмитрий Ворчаков, восьмой Евгений Иванов, одиннадцатый Сергей Татур, двенадцатый Максим Козловец, тринадцатый Андрей Геенко, четырнадцатый Максим Долгоносов, пятнадцатый Илья Попков, двадцать четвертый Евгений Суганяко, тридцат третий Станислав Огородников и восемнадцатый капитан команды Александр Харкевич. Главный тренер Могилевского Борис Свена Александр Гуляев. Итак, с составами мы разобрались. 2-0 уже ведет Борис Свен. И давайте внимательно наблюдать за поединком. Зрители так к порядкам добавилось в сравнении с матчем Гродно и первых ЦМОКов. Так что поддержка местного Борис Свену, я думаю, сегодня обеспечена. Ну что, наблюдаем за поединком. Могилевчане в атаке Харкевич. Под кольцом находит Иванова и Евгений Суган забрасывает. И делает счет 4-0. И один штрафной предстоит восьмому номеру Могилевчан. Итак, смотрим за броском Евгения. Мяч в Харкевич. Стобровский тащит мяч вперед. Стасилевич сам пошел к кольцу. Отдал на Лютыча. Лютыч разворачивается, бросает. Не попадает. Подбор за Козловцом. Иванов тащит мяч вперед. Евгений сам не пошел, отдал на Суганяка. Козловец. Максим разворачивается. И на нем нарушают правила. А точнее это сделал Никита Стасилевич. Первый пол. Никита Стасилевич. Максим Козловец. Александр Харкевич. Харкевич уходит от оппонента. Сам идет к кольцу. Отдает на Татура. Татура из-за дуги не попадает. Подбор. Подбор остается за гостями из Минска. Быстрый отрыв. И Никита Стасилевич не забрасывает. Однако фиксируется фолл. Максим Козловец нарушил правила. И сейчас мы увидим два штрафных броска в исполнении 21 номера второй команды столичных цмоков. Итак, смотрим. Хороший шанс у Минчан набрать первые баллы в этой встрече. Однако первый бросок Никите Стасилевичу не удается. Смотрим за вторым броском 21 номера цмоков. И он достигает цели. А я также вам еще не сообщил о судьях, которые также принимают непосредственное участие во встрече. Итак, сегодня у нас на площадке судят этот матч Александр Сырица, Юрий Игнатьев. И Вячеслав Антонов. Комиссар встречи Владимир Филиппов. И Георгий Кондрусевич после мяча от Евгения Суганяка берет тайм-аут. И сейчас будет успокаивать своих подопечных и объяснять, как нужно делать. Болельщики постепенно заводятся. Пытаются создать определенную эмоцию, которая поможет Могилевчанам в игре. Ну, как известно, и гостевая команда, даже если против них болеют, это намного лучше. И играть намного лучше, чем при пустых трибунах. Многие спортсмены об этом отмечали. Так что я думаю, сегодня комфортно будет играть всем. Ну, вы видите, что сыграно совсем немного. 2 минуты 17 секунд. Команда уже на площадке. Счет 7-1 в пользу Борис Фена. И мяч сейчас будет у столичных баскетболистов. Сазонов сам завершал мя, извините, атаку. Однако не смог попасть в кольцо. А затем один из его партнеров заступил за лицевую линию и потерял мяч. Сергей Татур ведет свою команду в атаку. Козловец снова Татур. Харкевич. Александр ищет продолжение атаки. Находит Иванова. И фолл в атаке фиксируется, похоже, Максиму Козловцу. Второй фолл. Максим Козловец. Да, все правильно. Максим Козловец. Второй фолл. Если честно, я не заметил, что там было. Это было вскопление игроков. Ну ладно, не суть важна. Смотрим за игрой дальше. Бросок. Не забрасывает Сазонов. Однако на подборе не смогли сыграть могилевчане и мяч. Ушел от кого-то из хозяев за лицевую линию. Стасилевич вводит в игру мяч. Находит Люточа. Люточ сам будет завершать эту атаку. Нет, отдал на Сазонова. Сазонов из-за дуги не точно. Харкевич на подборе первый. Александр отдает на Козловца. Козловец дальше на Татура. Татур не стал бросать из-за дуги. Харкевич командует партнерами. Что же будет делать Александр? Заслон Суганяка. Пас на Козловца. Козловец не попадает с периметра. И Татур непонятно зачем. Нарушает правила. Под чужим щитом. Сергей Татур, первый фол. Сергей Татур, как я уже сказал, получает первое персональное замечание. Ну и уже четыре командных замечания насобирали могилевчане. Довольно быстро они это сделали. Любой последующий фол будет караться штрафными бросками. Однако Дикто поправился. Три все-таки командных замечания. Так что еще есть небольшой резерв. Тем временем набрали очередные два балла гости. Максим Козловец сам идет завершать. И делает это успешно. Стасилевич завершал многоходовку своей команды. Однако не попал в кольцо. Старкевич на Козловца. Козловец на Иванова. Нужно направо на Татура. Татур бросает из-за дуги. Однако мяч отказывается идти в кольцо. Суганяка первый на подборе. Однако зачем Евгений делал такой авантюрный пас на Козловца непонятно. Благо для могилевчан мяч остается у них. Иванов бросает из-за дуги. Снова не попадает. Подбор. Подбор в этот раз за люточим. 5-15 до окончания первой четверти. 9-3 могилевчане ведут в счете. Дальний бросок не решается с Азона. Иванов теряет мяч. Иванов тащит вперед. Сам идет Евгений. Делает пас на Харкевич. И не самая удобная передача получилась. И атака немного потеряла темп. И Суганяка не дают добраться до мяча. И уже Роман Робинштейн бросает из-за дуги. Не попадает. 22-й номер смоков. Качели у нас своеобразные пошли. Атака на атаку. Иванов из-за дуги. На этот раз точно. Веселый баскетбол. Пока мы наблюдаем в первой четверти. Атакой на атаку отвечают команды. Довольно быстро. Атакуют коллективы. Наши Сазонов. Тем временем Сазонов со средней дистанции попадает. 12-5. Харкевич не спешит. Татур что-то показывает партнерам своим. Харкевич. Отдает на Татура. Татур сам пошел завершать. Однако ему не дали это сделать. Но, как оказалось, на нем нарушили правила. Два штрафных броска. Сейчас выполнит один номер Борисфена. Максим Викторович, первый фонд. Итак, смотрим. Будет ли точен с линии штрафных Сергей Татур. Первая попытка успешная. Второй бросок. Также точен. 14-5. Рокозенко в средней дистанции бросил. Не стал отдавать партнеру. Не забросил. Однако на подборе Стасилевич первый оказался. И на нем нарушили правила. А штрафные броска теперь мы увидим в исполнении. 21 номер от Смоков. Вот теперь уже точно 4 командных замечаний у Борисфена. И уже даже этот фол. Наказывается штрафными бросками. Никита Стасилевич. Первый бросок точен. Никита Стасилевич. Смотрим за вторым броском. Мяч в этот раз в корзину не попадает. Суганяка снимает подбор на своем щите. Играет дальше на Иванова. Иванов на Харкевича. Александр что же будет делать с капитаном Борисфена? Отдает на Агейенко. Андрей сам идет завершать. Нет, отдает пас на Иванова. Однако тут был не совсем удобный мяч прилетел. Суганяка. Медали бросить Евгению Иванов. Получает передачу. И мяч падает в корзину. Однако. Однако мяч все-таки не засчитывается. Да, все правильно я увидел. Жест от Сузи. Да, счет 14-6 остается. Заканчивалось время на атаку. Но все-таки, как показалось, вовремя выбросил мяч Евгений Иванов. Ну, возможно, был фол. Хотя фол не фиксировался. Ну, ладно. Не суть важна. 14-6. И Александр Харкевич на индивидуальном мастерстве. Отличнейший мяч забрасывает. И еще и перехват от Иванова. Еще два балла. И Георгий Кондрусевич, конечно же, берет тайма. Вот такие грубые ошибки в обороне. И которые непозволительны, конечно, в таких матчах. И вы видите, что за 2.53 до окончания первой четверти. 18-6 в пользу Борис Фена. Ну, и Георгию Кондрусевичу, конечно, есть о чем поговорить со своими подопечными. Много ошибок они допускают. Шансов много нереализованных. Александр Гуляев тоже довольно активно общается со своими подопечными. Завершается таймаут. Мяч сейчас будет у Смоков. Никита Стасилевич вводит мяч из-за лицевой. Отдает на Паралеву. Паралев возвращает Стасилевичу. Снова Паралев. Рогозенко. Заслон от Борисенко. Бросок от Паралева. Но Тимофей не добросил до кольца. И мяч уже у Борис Фена. Ворчаков получает мяч в углу. Отдает на Агейнка. Агейнка на Иванова. Иванов из-за дуги. Мяч выскакивает из кольца. Ну а Евгений Суганяка на подборе нарушил правила. Стопровский тем временем вышел на площадку. Место Никиты Стасилевича. И мы смотрим два штрафных броска в исполнении Тимофея Паралева. Реализовывает первую попытку Тимофей. И вторая попытка также оказывается результативной. Александр Харкевич быстро пересекает центральную линию. Пойдет сам завершать эту атаку. И мяч к цели. Отличный проход от Александра Харкевича. И очередные два балла в активе Могилевской команды. Атакует Минчане. Борисенок бросает. Хорошая была позиция у Дмитрия. Однако не смог он попасть в кольцо. Суганяка сам пойдет завершать. И делает это. 22-8. Георгий Кондрусевич все ищет. Ищет оптимальный состав. Который сможет на площадке на равных противостоять Борисфену. Однако пока не удается нащупать игру Минчанам. Стопровский. Отличная передача на Борисенка. И на этот раз уже Дмитрий отправляет мяч по назначению. Александр Харкевич продвигается ближе к кольцу. Его не пускают. Довольно плотно против него действует Андрей Рогозенко. И отлично отыграли в обороне Минчане. Фиксируется пробежка у капитана Могилевчан. Двойная замена у Могилевчан. Покидают Паркет, Харкевич и Суганяка. Место них появляются Татур и Козловец. Стопровский. Стопровский сам идет, бросается в средние дистанции. Не попадает под борт за Минчанами. Рогозенко. Стопровский. Стопровский делал отличную передачу на Паралева. Однако мяч до Тимофея не дошел. Последняя минута первой четверти. 22-10. Борис Фен выигрывает от Смоков. Татур идет сам. И мяч падает в корзину. 40 секунд до окончания первой 10 минутки. Стопровский с мячом. Бросает сам. И мяч кольцо не падает все-таки. Чье останется владение? Владение у Драконов. Рогозенко из-за боковой вводит. Паралев открывается. Получает мяч. Снова Рогозенко. Против него Ворчаков. Рогозенко так на смене ритма. Стопровский. 5 секунд на атаку. 4-3. Нужно бросать. Сазонов. На нем были нарушены правила. И два штрафных броска в исполнении 16-го номера столичного клуба. Болельщики советуют смотреть пробежку. Да, действительно показалось, что у Рогозенко время этой атаки там было засеменило немного. Но судей этого не заметили. И тем временем забрасывает первый штрафной Максим Сазонов. И второй также реализовывает. 24-12. 20 секунд на атаку у Могилевчан. Не будут, наверное, спешить подопечные Александра Гуляева. Нужно довести атаку до конца. Для них, конечно, желательно до результативного конца. Агейнка сам пошел и забросил. Секунда. Нужно выбрасывать мяч. Не подсказали по Ролеву. И поздно он это сделал уже после сирены. 26-12. Борис Фен довольно уверенно после первой 10-ти минутки переигрывает вторую команду цмоков. Напоминаем, что это полуфинальный матч. Кубка Белоруссии по баскетболу. В первом полуфинальном поединке первая команда цмоков обыграла Гродно-93. Буквально полторы минуты у нас сейчас. Небольшая пауза. И игра возобновится. Георгий Кондрусевич по традиции уже на планшете подробно расписывает своим подопечным, как нужно действовать. Но Александр Гуляев довольно редко берет в руки главного помощника тренера. Как раз под мои слова он это и сделал. Решил все-таки какие-то схемы игрокам показать. Болельщики, конечно, немного поутихли, тоже переводят дух. Довольно активно они участвовали в этой игре. Игре поддерживали Могилевчан. Радовались набранным баллом. Ну и буквально полминуты остается до возобновления игры. Судьи уже готовы. Команды уже практически тоже. 26-12. Хорошая первая четверть получилась у Могилевчан. Нельзя этого сказать про команду Георгия Кондрусевича. Конечно, многое не получалось. Много брака, много ненужных потерь. И также много нереализованных шансов. Ну что ж, игра возобновляется. Никита Стасилевич сейчас введет мяч в площадку. Стабровский ему в этом помогает. Итак, вторая четверть стартовала. 26-12. Смотрим внимательно на площадку. Рогозенко. Против него Ворчаков. 11 номер пытается обыграть. Отдает передачу. Отлично. Открылся Стасилевич под кольцом и забросил мяч. Ну вот если сегодня в первом полуфинальном поединке у нас встречались команды, которые только и могут в таких турнирах встречаться, как полуфиналы Кубка или плей-офф чемпионата, то вторые цмоки и Борис Фен регулярно встречаются в чемпионате. В прошлом сезоне эти команды играли в плей-офф в матче за третье место. Напомню, что Борис Фен обыграл и завоевал бронзовые медали. Ну а в этом чемпионате команды уже встречались два раза. Сначала команды встретились на паркете спортивного комплекса. «Олимпиец». Эта игра состоялась 6 ноября. И тогда могилевчане одержали уверенную победу 91-64. Ну а вторая игра в Минске состоялась совсем недавно. 15 декабря. Ну и та игра получилась очень зрелищной, очень красивой, очень напряженной. Андрея Геймко тем временем из-за дуги попадает. Так вот, в Минске показали команды отличный баскетбол. Шли ноздря в ноздрю весь матч. Однако в концовке могилевчане все-таки вырвали столь нужную победу. И одержали победу 74-72. Могилевчане, я уже сегодня говорил в нашей первой трансляции, идут на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Могилевчане отстают на одну очко от Гроднинчан, которым они уступили единственным проигранным матчем, который состоялся в Гродно. Ну а от Смоки Смоки занимают третье место. На три очка отстают от Могилевчан. У них четыре поражения. Ну и в плане турнирной борьбы, конечно, важная игра была последняя в Минске, но Минчане не смогли взять реванш за поражение в Могилеве. Итак, мы смотрим, как едва они потеряли мяч Минчане. Рогозенко со средней дистанции попадает. Евгений Суганяков, что же будет делать Евгения? Дает на Козловца, Козловец на Агейнка. Агейнка из-за дуги не попадает. Да, в этом матче, конечно, полностью два противоположных поединка между этими командами были. В Могилеве, как я уже говорил, очень уверенно выиграли Могилевчане, но вот в Минске борьбу навязать драконы смогли. Ну посмотрим, как сегодня будет. Пока, конечно, Могилевчане превосходят своего соперника по всем показателям. Но в нашем баскетболе может быть все, что угодно. Поэтому выводы какие-то далеко идущие рано делать. Ряд замен происходит сейчас на площадке. 6.58 до окончания второй четверти. 34.20. И с мячом Минчане. Ищет Стасилевич. Вариант для продолжения. Борисенок. Ему противостоит Суганяк. Борисенок пытается развернуться. Отдает на Рогазенко. Рогазенко бросает. Не попадает. Однако судьи фиксируют нарушение. Но фиксируют нарушение со стороны Романа Рубинштейна. Так что мяч все равно остается у Могилевчан. Первый фол. Первый фол для капитана Могилевчан. Ой, Могилевчан, извините, Минчан, конечно же. Романа Рубинштейна. Таркевич находит Суганяка. Евгений разворачивается, бросает. Сложный бросок исполняет Евгений. Однако попадает. Рубинштейн тащит мяч вперед. Отдает на Рогазенко. Рогазенко. Заслон от Люточа. Рогазенко бросает из-за дуги. И не точно. Предтел, конечно, сегодня, особенно дальней артиллерии, явно сбит. Суганяка бросает из-за дуги. Не попадает. Авантюрный бросок Александр Гуляев. Явно недоволен этим действием своего подопечного. Можно было, конечно, лучше распорядиться мячом. Высказывает он в данный момент. Это Евгений Иванов. Отлично открывается под кольцом. Получает мяч и переправляет его в сетку. 38-20, 5-50 до окончания первой половины встречи. Стасилевич за слон от Люточа. Стасилевич. Дальше на Борисенко. И фиксирует судьи пробежку 23-го номера команды «Цмоки Минск-2». Замена у минчан. Возвращается на площадку Стобровский, а также Владислав Хомченко. Сергей Татур начинает очередную атаку хозяев. Александр Харкевич не стал бросать из-за дуги. И на Иванова. Иванов в средней дистанции. И на нем были нарушены правила. Два штрафных броска сейчас выполнит Евгений Иванов. Евгений Иванов готовится выполнить два штрафных броска, однако перед этим вытрут площадку после падения 8-го номера «Могилевчан». Евгений Иванов попадает в первый штрафный бросок. Вторая попытка также заканчивается успешно. 40-20. Двойное превосходство «Могилевчан». На экваторе второй, третий. Второй, извините, четверти этого матча. Неудачная передача. Сперва мяч попал в судью, а затем и Андрей Стобровский. Столкнулся все с тем же арбитром. Мяч у «Могилевчан». Конечно, ситуация неприятная для минчан, но не смертельная. Сергей Татор на Иванова. Заслон от Суганяка. Иванов на Суганяка играет. Евгений пошел сам завершать. Мяч не засчитан. Фиксируется пробежка у 24-го номера Борисфена. Стобровский начинает атаку своей команды. Против него опытный Харкевич. Произошел размен. Суганяка уже против Стобровского. Играю дальше минчане. Бросает Хомченко, но не попадает. Георгий Кондрусевич что-то пытался объяснить Хомченко, однако так махнул рукой. Сложно, конечно, сдерживать эмоции главком у минчан. Наверное, не та игра, на которую он рассчитывал. Татор. Два штрафных броска сейчас выполнит. Нарушили на нем правила. Владислав Хомченко, второе персональное замечание в этой встрече получает. Сергей Татор первый бросок реализовывает. Сергей Татор. Вторая попытка также заканчивается результативно. Замена у Борисвена вместо Татора Максим Долгоносов появляется на площадке. Но в атаке минчане Роман Рубинштейн отдает на Стобровского. Стобровский на Хомченко. Снова Стобровский. Находит он Сазонова. Сазонов. Дальше отдает на партнера. Бросок из-за дуги неточный. Подбор за Сазоновым, но не попадает. 16 номер минчан с близкого расстояния. Однако вторая попытка увенчалась успехом. Харкевич. Против него Стобровский. Отличная передача на Агенко. Агенко из-под кольца не попадает. Противостоял ему игрок минчан. Сложно было Андрею. Теперь уже падает так Андрей. Мяч остается у минчан. Вместо Хомченко на площадке снова появляется Никита Стасилевич. И нарушение в атаке фиксируется. Стобровский. Нарушил правила. Максим Долгоносов на Суганяка. Евгений сам пытается что-то придумать. Отдает на Иванова. Суганяка. И потеря следует. Стобровский. Сам тащит мяч Стобровский. Идва его не потерял. Рубинштейн поднимает руки. Сигнализирует то, что он свободен. Однако до него мяч так и не дошел. Долгая атака у минчан. 10 секунд на ее завершение. Бросает Люточа за дуги. Не точно. Стасилевич боролся за подбор Сагенко. Но Могилевчанин оказался первым на мяче. Александр Харкевич. Капитан Могилевчан сам пошел завершать. И отправил мяч в корзину. Долгоносов противостоит Люточу. Люточа дает на Рубинштейна. И Рубинштейн спокойно переправляет мяч в корзину. 2.15 до окончания первой половины встречи. 44.24. Борисвен выигрывает пока у вторых Цмоков. Суганяка тем временем из-за дуги не точно. Евгений, конечно, сегодня не очень стабилен. Через раз он пока попадает в кольцо. А дальние броски пока и вовсе не идут. Андрей Агейенко сам пойдет завершать. На нем нарушили правила. А он забросил. Сложный бросок выполнил 13 номер Борисвена. Но мяч в корзину все-таки опустился. И штрафной бросок сейчас выполнил Андрей Агейенко. Итак, смотрим. И мяч в корзине. Максим Козловец заменил Евгения Суганяка. Александр Гуляев тут же взялся что-то объяснять своему подопечному. Наверное, что не стоит наносить такие авантюрные броски. Все-таки нужно играть на команду. Александр Харкевич на Агейенко. Агейенко совершенно один бросает. И за дуги мяч в кольце не оказывается. Но Иванов забирает мяч на подборе. Евгений сам пытается пройти, но к его двое сразу встречают. Быстрая перепасовка могилевчан. И фиксируется нарушение со стороны столичных цмоков. Ну а так как уже лимит фолов перебрали в мячане, то Александр Харкевич сейчас выполнит штрафные броски. Бросает капитан могилевчан. И первая попытка удачная. Второй бросок также достигает цели. 49.28 за минуту 0.5 до окончания первой половины встречи. Стобровский. Отдает Паралеву. Паралеву выбили мяч. И тот улетел за боковую. Заменяет Татур Харкевича тем временем за 53 секунды до окончания второй четверти. А мяч у Минчан. Небольшая такая заминка. Мяч улетел за рекламные щиты. И один из судей пошел его возвращать на площадку. Ну вот игра возобновляется. Паралев получает мяч. Сам пошел завершать. И делает это довольно успешно. Долгоносов оставляет Иванову. Евгений сам бросает. Не попадает. 30 секунд до окончания четверти. Рогозенко теряет мяч. Перехват за Максимом Долгоносовым. 22 секунды до окончания. Второй четверти. Сергей Татур. Иванов. Козловец. 8 секунд. Козловец сам бросает. Не попадает. Подбора нет. И звучит сирена об окончании первой половины встречи. 49-30. Могилевский Борисфен пока довольно уверенно обыгрывает столичную команду ЦМОКИ Минск 2. Уходим на перерыв. Через минут 14 с половиной вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова